МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Главное событие дня. Рассказываем, зачем в Алтайский край приехал Михаил Мишустин. В край более 17 тысяч ВИЧ-положительных. И это только по официальной статистике. Как жить с этим диагнозом? И можно ли родить здоровых детей? Они не впадают в уныние и ставят личные рекорды. В Барнауле прошел необычный чемпионат по лыжным гонкам. Премьер-министр страны Михаил Мишустин сегодня прилетел в Барнаул. Накануне визита край буквально утонул в снегу, но к приезду председателя правительства России погода наладилась. Поэтому планы Мишустина и тех, кто с ним прилетел, не были нарушены. В 53-ю барнаульскую школу премьер прибыл в 15 часов. Визит в учреждение длился около часа. За это время Михаил Мишустин даже смог вкусно пообедать. Подробнее о визите расскажет Валентина Аскерова. Такой своеобразный субботник в 53-й школе за час до визита премьера России Михаила Мишустина. Ученик ходит по козырьку, чистит буквы и возвращается в класс. Выходит дворник, в очередной раз приводит в порядок лестницу, по которой пойдет председатель правительства. Дежурит полиция. Визит второго лица государства Михаила Мишустина в 53-ю школу никак не повлиял на образовательный процесс. Занятия отменены не были, никто не перешел на дистант. Уже закончились уроки в первую смену и за партой сели те, кто учится во вторую. Как это волнение было в связи с приездом? Ну, естественно, суета, подготовка, страх, что может все пойти как-то не так. Может быть, премьер-министром хотите быть в будущем? Ну, премьер-министром я навряд ли стану. Ну, хотелось бы что-то, какое-нибудь хорошее место заменить министру просвещения. Три часа дня подъезжает кортеж, из машины выходит премьер. Ему оказан теплый и даже горячий прием. Михаил Мишустин посетил в 53-й школе инженерный класс. Дети представили проект развития сети интернет в регионах Сибири. Но учительница информатики попросила о наболевшем, чтобы их школу, наконец, включили в образовательную цифровую программу. «Аттайский кара» был включен в эксперимент по реализации образовательной среды. Но, к сожалению, наша школа туда не попала этот эксперимент. Это позволило бы нам подключить много интерактивных панелей, различного оборудования современного, для того, чтобы мы с детьми могли все больше и больше строить. Ну, во-первых, у нас их 15, а «Аттайский кара» туда входит. Сергейский предлагает, ну, раз мы сюда приехали, ну, конечно, мы сделаем решение. Спасибо, Михаил Владимирович. Далее первые лица. Чиновники, директор школы Юлия Галкина и педагоги, участники программы «Земский учитель» собираются в конференц-зале. Учителя озвучивают председателю правительства ряд просьб. Будет ли продолжение федеральных программ и проектов по оснащению школ современными IT-технологиями? Конечно же, предусматривать соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы и оснащать соответствующие точки роста технопарки и кванториума современным оборудованием, о чем Вы сказали, Ольга Викторовна. Я очень надеюсь, что все это и в вашем регионе не просто появится, а будет активно использоваться ребятами. Педагоги малокомплектных школ, где дефицит интернета ощущается особо остро, попросили Мишустина повысить скорость мировой паутины в селах. Есть федеральная программа оснащения всех образовательных учреждений интернетом к концу этого года. Причем в крупных городах 100 мегабайт, соответственно, а в сельских территориях 50 мегабайт. Но есть места, куда практически это пока невозможно сделать. Там, где есть спутниковая связь, там пока мегабит в секунду. А я вам скажу честно, что лет 15-20 назад и мегабит в секунду было отличной скоростью. Поинтересовались и тем, будет ли продлена программа «Земский учитель», суть которой – работа педагогов в селах. Ведь ради преподавания в небольших поселениях они получают выплату в размере 1 миллион рублей. Михаил Мишустин заверил, что такая программа, как «Земский учитель» свою работу продолжит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Вторая точка, на которой сегодня премьера ждали – Алтайский завод прецизионных изделий. Сотрудники одного из крупнейших предприятий региона, а также журналисты, провели в ожидании несколько часов. Среди них моя коллега Анастасия Дороган. Я передаю ей слово. Вторую половину дня Михаил Мишустин провел на Алтайском заводе прецизионных изделий. История этого предприятия более 60 лет, и за это время завод успел поработать не только на российских ренов, но и зарубежных. А в последние годы предприятие занимается дискуссионным проектом, по которому доля импорта с 98% должна с 10 до 50. Об этом премьеру заявил представитель управления «Земский учитель». Поговорить с Михаилом Мишустином на базе этого предприятия приехали руководители «Десят» Алтайских промышленных заводов. Как в ходе совещания Виктор Мишустин сообщил премьер-министру, что нужно больше уделять внимание компонентам. Сам Михаил Мишустин с этим согласился и напомнил, что существует несколько фондов финансовой поддержки. И это, кстати, напрямую будет влиять на импортозавещение. Руководители других предприятий озвучили свои просьбы, например, помощь и доставки. В празднике стоили субсидирование производства. Но более подробно о визите Михаила Мишустином на Алтай, смотрите в завтрашний день. Но теперь к другой теме. Минтранс региона планирует до конца дня очистить дороги от снега и открыть все трассы края. Уже восстановлено движение по дороге Олейск-Черышская, участок от Поспельхи до Курии и от Миногорска до границы с Казахстаном. В течение действия штормового прогноза силы пожарно-спасательных подразделений в тесном взаимодействии с дорожными службами десятки раз оказывали помощь владельцам личного транспорта на автодорогах края. Благодаря своевременному реагированию чрезвычайных ситуаций и социально значимых последствий не допущено. В населенном пункте Поспелеха развернут пункт временного размещения для граждан, ожидающих открытия дорог в Змеиногорском районе. К примеру, в Олейске спасатели западно-сибирского поискового спасательного отряда вытащили из заносов семь транспортных средств. До сих пор закрыто движение на участках дорог от Змеиногорска до Рубцовска и от Курии до Змеиногорска. Сложная обстановка сохраняется в Краснощоковском, Шипуновском, Рубцовском, Локтевском и еще нескольких районах. Штормовое предупреждение уже снято, но дорожникам необходимо время, чтобы расчистить трассы. Поэтому спасатели пока все еще просят водителей воздержаться от дальних поездок. А вот героям нашего следующего сюжета приходится жить в условиях, приближенных к арктическим. В центре Барнаула появился ледяной дом, и это не декорации к мультфильму «Холодное сердце». В обледеневшем доме живут не мультяшные герои, а реальные люди, которые возмущены условиями проживания. Они не без основания считают их опасными. По словам жильцов, управляющая компания ни разу за всю зиму не чистила их двор. К чему это привело, расскажем в сюжете. Здесь под снегом находится лед, многие падают, что крайне опасно. Скользкий, заснеженный, травмоопасный. Барнаульскую многоэтажку в центре города в социальных сетях уже окрестили ледяным домом. Ледяной коркой покрылись лестницы, газовые трубы, подъездные козырьки в сугробах, с крыши падают глыбы льда. Управляющая компания центральная натянула ленточку, мол, опасно. Что самое интересное, управляющая компания, обслуживающая дом, находится в соседнем доме. Вроде бы и дворнику идти недалеко, но взять лопату и почистить двор не может уже всю зиму. Жаловались, обращались напрямую в управляющую компанию, в органы прокуратуры, но никакого эффекта это не возымело. За что люди платят деньги, никто не понимает. В управляющей компании, в свою очередь, пояснили, что чистят двор по заявкам жителей. Но, правда, признаются, этой зимой работать сложно. Загостили бураны, жителям предложили выход. Люди сами, у нас настолько привыкли, общество потребление достало. Ни один мужик или дама, любая, вот вышел, да, ну что-то хотя бы сделай сам. Вы ходите и чистите двор? Да, чистим. Бывает, а почему нет? То есть лопату берете и чистите? Да, почему нет? Вот. А и вы чистите? Конечно, девчонки у нас чистят. То есть, если же не справляется со своей задачей? Да, многие вообще не успевают, конечно. Ну, снег, буран, зима же себе. Не успевают один момент, второй – небольшой тариф на общедомовые нужды. По словам инженера, за квадратный метр он должен быть рублей 16, а сейчас 9. Содержать достойно дом на эти деньги нельзя. Получается, единственный выход для жителей – обзавестись лопатой и временем. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А у этой истории тенденция положительная. Парк Изумрудный, который уже несколько лет находится в центре внимания барнаульской общественности, продолжит преображаться. Как нам стало известно, на его реконструкцию и развитие городские икрывые власти выделят в этом году около 100 миллионов рублей. Какие работы планируют начать уже этой весной и может ли им что-то помешать, выяснял Илья Кочетков. За предыдущий теплый сезон удалось сделать многое. Высадить деревья, проложить велобеговую дорожку, сделать освещение. Помогла народная поддержка и, конечно, финансирование. Если в прошлом году на развитие парка выделили порядка 40 миллионов рублей, то в этом бюджет вырос до 100. Это, уверен, руководитель Краевого фонда имущества Владислав Вакаев, позволит сделать новый рывок в реконструкции парка. Наша задача сейчас внутри парка развить хорошую, комфортную сеть дорожек. В том числе есть мысль, желание реконструировать центральную аллею парка, сделать из нее такое современное общественное пространство, сдать ее под ключ с освещением, с лавочками и со всем остальным. На аллею потратить планируют порядка 20 миллионов. Как распределят остальные средства из 100 миллионов, пока сказать сложно. Точный перечень объектов и работ пока утверждается и станет детально известен позже. Известно, что появится больше полусотни новых скамеек и урн, спортивные тренажеры, беседки, детская площадка, а также долгожданная площадка для выгула собак. И не только это. И, возможно, лучшая новость, для кого изумрудный особо дорог, то, что сердце парка в этом году будет реанимировано. Речь, конечно же, о пруде. Эта бетонная чаша, сейчас заполненная снегом, летом начнет заполняться, наконец-то, снова водой. На пруд потратят порядка 15 миллионов. Увы, по словам Вакаева, полноценное преобразование водоема, включая озеленение островка, невозможно в полной мере, пока не решится вопрос с мостами. Дело в том, что когда-то они оказались в собственности одного из прежних арендаторов. По словам Вакаева, юристы сейчас выясняют, насколько это было законным. В целом, работы планируют начать в мае и к осени завершить. Кстати, 2021 год может стать настоящим парковым годом для Барнаула. Уже на днях пройдет первое рабочее совещание, касающееся парка юбилейного. Фонд имущества совместно с общественниками планирует создать совет по развитию и этого парка и наметить план работ. Такая схема помогла оживить изумрудный, поэтому, возможно, позволит реанимировать и еще один барнаульский парк. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас к другой теме. Алтайский край на 11 месте в России по числу вещь инфицированных. Это значит, в регионе по-прежнему много зараженных инфекций. А именно 17 тысяч человек. Правда, на протяжении последних четырех лет, по словам медиков, ситуация начала немного стабилизироваться. Чтобы цифры не росли, а снижались, важна профилактика. Во Всесибирский день борьбы со СПИДом врачи обратили внимание на этот факт, особое внимание. Если женщина начала принимать терапию до беременности, ни одного ребенка, не зафиксированного, родившегося с вещь инфекцией. Каждая вещь положительная девушка, планирующая ребенка, обязательно должна стоять на учете в центре СПИД и принимать антиретровирусную терапию, как минимум за три месяца до беременности. Именно в этом случае вирусная нагрузка снижается. Больных детей от вещь инфицированных родителей становится меньше в разы. Сейчас в мире процент заражения перинатальный, вертикальный путь заражения, то есть от матери к ребеночку, это 0,5-1%. У нас в России это 1,2%. А у нас в Алтайском крае в этом году впервые за наблюдением мам родилось 1% всего детей с ВИЧ-инфекцией. В прошлом году в Алтайском крае от ВИЧ-инфицированных женщин появилось на свет почти 400 малышей. Положительных детей, как уже сказали высшие акушеры-гинекологи, всего 1%. Это примерно 4 малыша. Кстати, сразу после рождения ребенок проходит обследование на ВИЧ-инфекцию. Дети проходят обследование в декретированные сроки и по достижению полутора лет при отсутствии отрицательных результатов на ВИЧ-инфекцию, при отсутствии клинических показаний. Ребенок снимается с диспансерного учета. Более того, маме с ВИЧ-инфекцией запрещено давать грудное молоко малышу, только искусственное вскармливание, иначе инфекция может проникнуть в организм ребенка. А те малыши, у кого ВИЧ-статус подтвердился, должны стоять на учете в спеццентре. Сейчас в Алтайском крае проживает свыше 17 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В 2020 году положительный статус подтвердился у 1705 человек. Это почти на 500 случаев меньше, чем в 2019. В предыдущие годы, к примеру, в 2016 было выявлено 2700 ВИЧ-зараженных. Таким образом, сегодня можно говорить о стабилизации эпид-обстановки в крае. Большую роль, уверены медики, в решении этой проблемы играет профилактика. Пациент, взятый на эффективную терапию, перестает быть источником для окружающих. То есть это ситуация, когда мы, ну, тот редкий случай, как мы о нем говорим, когда мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Мы позволяем нашему пациенту продолжать полноценную жизнь, и он перестает быть источником для окружающих. Так вот, вот это направление, как максимально раннее выявление пациентов в популяции и взятие их на противовирусную терапию, в том числе отложило отпечаток на ту заболеваемость, которая сейчас складывается. К слову, в Центре профилактики СПИД анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию может пройти любой желающий. Также есть экспресс-тесты. В случае подтверждения диагноза пациента поставят на учет, ему пропишут лекарства, и у него будет возможность прожить долгую, полноценную жизнь и иметь здоровых детей. Татьяна Голубева, Летина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. Маленьких жителей Барнаула ждет интересный новый театральный сезон. Артисты театра «Кукол сказка» уже подготовили несколько необычных работ для детей. Возможность побывать в шкуре режиссера и поставить свой спектакль дали актерам. Смотрим, что из этого вышло. Взрослые люди зовут «Мышь», и это нормально, потому что перед тем, как показать спектакль самым главным критикам – детям, постановку здесь тестируют на больших зрителях. Эскиз «Репка» – эксперимент, в котором актер театра пробует себя в качестве режиссера. Таких работ здесь шесть. Актеры театра «Кукол» сами подбирали произведения, свет, звук. Позади несколько месяцев работы. Одно дело, когда артист работает с режиссером, да, и, знаете, есть определенное мнение, режиссер правильно поступает, а я бы здесь сделал вот так. И в какой-то определенный момент думаю, а давайте-ка попробуем, почувствуйте себя в руле режиссера. Мария Неврединова поставила спектакль «Зайка идет в садик». Как говорится, проверена на себе. Когда-то актриса читала эту книгу своей дочке. Теперь Мария хочет поговорить с другими детьми и их родителями. Я, как мама, в первую очередь считаю, что это ценно. Говорить о эмоциях с детьми, говорить о том, что да, сынок, я или там дочь, да, я понимаю, что ты сейчас переживаешь, я понимаю твои эмоции, но с тобой все ок, с тобой все хорошо, так переживают все. Интересный формат спектакля – это так называемый театр на подушках. В любой момент ребенок может подняться и даже подойти к актерам. Все-таки в зрительном зале, сидя ребенок на кресле, у него возникают какие-то обязательства, может быть, какое-то переживание. А вот приходя на подушки, все-таки эта история более близка к домашней какой-то истории. Кстати, это последний масштабный проект, который увидят эти стены, бывшее здание кинотеатра «Родина». Уже этой весной сказка может переехать в свою новую обитель. Точную дату переезда здесь называть не спешат, слишком много сроков уже было сдвинуто. Но ясно одно – лучшие спектакли, которые поставили актеры, войдут в репертуар нового театрального сезона. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле прошел чемпионат по лыжным гонкам для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Как выходить на соревнования в 66 лет и много ли в крае тех, кто не просто укрепляет здоровье, но и привозит с таких соревнований медали, расскажем далее. На старте Георгий Пекшин, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. В 91-м году на производстве сломал позвоночник. Спустя три года встал с коляски, начал ездить на спартакеады. И в 98-м сам открыл физкультурно-оздоровительный клуб для инвалидов «Заринские». На своем примере знает, спорт помогает преодолевать трудности. В 91-м году я через три года вышел на улицу, там другая государство уже. Никто не работает и так далее и тому подобное. А инвалид с первой группой у меня была, вообще никому не нужен. И я думаю, надо спортом как-то заняться. Мне уже было 40 лет, мне сейчас 66. Я еще занимаюсь спортом, поэтому и живу. И здесь много тех, кто не желает впадать в уныние. На этот чемпионат по лыжным гонкам приехало 25 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Многие тоже пошли в спорт, чтобы укреплять здоровье и поднимать настроение. А дошли до олимпийских медалей. О спортсменах-инвалидах Алтайского края можно, конечно, говорить очень много. Но назову только одно, что у нас сейчас расширенный состав паралимпийской сборной команды Российской Федерации, которая готовится к соревнованиям, к Олимпиаде в Токио, включены 11 спортсменов из Алтайского края. Цифра впечатляет. А уже в марте на Спартакеаду инвалидов России в Красноярск регион отправят более 20 человек. И у края есть свои чемпионы, которые могут надеяться на медали. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас в соцсетях и также смотрите на 20-й кнопки всех кабельных операторов. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире.